Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас четверг, 29 февраля 2024 года. А новости у нас следующие. Сразу с вопроса начинаются. Регионы Латвийской Республики раздели и обобрали? Печальные последствия еще одной так называемой реформы. Разбираемся. Должен быть наступить рай. Если вспомнить те аргументы, которые звучали в момент начала очередной, третий по счету, региональной реформы, то по ее завершении провинция должна была просто расцвести. Должны были улучшиться дороги. Инвесторы, в том числе и зарубежные, должны были изо всех сил рвануть в латвийскую глубинку, создавая бизнес-центры, промышленные центры и так далее. Картину авторы, в кавычках, реформы, рисовали такую, что аж дух захватывал. Были, правда, и те политики, у которых, если и захватывало дух, так только от негодования по поводу очередного реформирования краев и властей. Так или иначе, но очередная реформа, которую не остановила даже ковидная пандемия, завершилась новой, в кавычках, нарезкой регионов, или, если хотите, оптимизации, вместо 119 самоуправлений осталось 42. Как вам такое? Продолжаем дальше. Вместо рая – кризис за кризисом. Но чудо не произошло. Обещанный рай не наступил. И, разумеется, не мог наступить. Для этого нужны предпосылки – экономические, финансовые, демографические, в конце концов. Хуже того, после, в кавычках, реформы, многие муниципалитеты стали откровенно хереть. Причем с каждым годом все сильнее и сильнее. В стране не объявлен экономический кризис. Однако, в этом году проблемы с составлением бюджета, то есть с тем, чтобы свести концы с концами, возникли у подавляющего большинства самоуправлений. Резекне оказался на грани банкротства. К тому же, муниципалитет охватил, кавычка, конечно, охватил, политический кризис. Чуть было не пошли ко дну Талси. Чтобы сбалансировать бюджет 2024, местным властям пришлось пойти на жесткие меры экономии, включая сокращение и урезание зарплат. Понятно, что такие, в кавычках, подарки жителям приведут к очередному оттоку людей из Талси и окрестностей. На днях стало известно, что думы Прейли и Ливаны решили экономить за счет доплат работникам и воспитателям детских садов. Отпустите, в кавычках, конечно же, отпустите Бабиты на свободу. Разбираемся. В тот момент, когда этот материал готовился к печати, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений рассматривала народную инициативу об отделении Бабиты от Марупе. Жители Бабиты на встрече с депутатами Сейма откровенно заявили, что никакой пользы от административно-территориальной реформы не ощутили. Точнее, ощутили только вред. Так жители Бабиты должны теперь своими налогами оплачивать долги, которые накопились у Марупе. Дороги не улучшились, а денег у самоуправлений стало еще меньше. Судя по всему, это тоже была такая негласная цель реформы. Путем слияния, в кавычках, богатых самоуправлений с бедными заставить жителей, в кавычках, богатых краев и властей заплатить по счетам бедных, ну я уже кавычки не буду называть, бедных самоуправлений. Следующее. Рига всех накормит. Примечательно, что Рижская дума с каждым годом все больше средств платит в так называемый фонд выравнивания. То есть на финансирование бедных регионов. А бедными у нас считается 90% всех самоуправлений. И это означает, что Рига, Рижский регион, Венспилс и Юрмала финансируют все остальные города и края. Только в этом году Рига перечислит фонд, выравнивая более 110 миллионов евро. И этих денег с лихвой бы хватило на то, чтобы отремонтировать все столичные дороги и улицы. Отремонтировать, повторяю. Министр финансов обещает реформу фонда выравнивания. Но маловероятно, что в результате этой реформы Рижане будут платить в фонд выравнивания меньше. Денег все меньше. В чем же причина? Острые нехватки средств у самоуправлений. Назовем пять основных. Первая причина. Если еще лет 10 назад самоуправлением перечислялось 82% поступлений в виде подоходного налога жителей этого самоуправления, то уже при первом правительстве Каренша эта пропорция уменьшилась до 80%. Сейчас же самоуправлением отчисляется 75% поступлений от подоходного налога с населения. Общее уменьшение финансирования самоуправлений составило 130 миллионов евро. Для регионов это огромные средства. Вторая причина. Расходы, которые должны нести местные власти, только возросли. Это и обязательное создание в каждом самоуправлении муниципальной полиции. Это и расходы на питание в школах и детских садах. Это и финансирование педагогов и технического персонала детских садов. Третья причина. Демографический кризис и эмиграция, как внутренняя, так и внешняя, делают свое дело. В самоуправлениях уменьшается число жителей. И этому способствует и закрытие школ и детских садов, ухудшение условий проживания в провинции, проблемы с дорогами, с региональными автобусами и тому подобное. Четвертая причина. Никаких условий для привлечения инвестиций не создано. Да и какой интерес у инвесторов вкладывать средства в провинцию, если нет ни квалифицированных рабочих, ни дорог, ни жилья. Пятая причина. Сама административно-территориальная реформа была поспешной, непродуманной, не учитывала специфику и местные проблемы того или иного края, города, волости. Дальше, друзья. Без света в конце тоннеля. Разбираемся. Местные власти сейчас по традиции апеллируют государству. Мол, надо больше средств из государственного бюджета выделять. А то мы уже за счет кредитов не в состоянии выжить. Да и кредиты, как известно, отдавать нужно. Да еще и с процентами. Но ясно, что никаких дополнительных финансовых ресурсов у государства нет. Особенно с учетом расходов на оборону, медицину и образование. Понятно, что местные власти очень надеются на следующий год. Ведь в 2025 году выборы самоуправления и правящие политики захотят показать свою любовь к провинции. Однако, возможностей для маневра у правительства нет. Подоходный налог с населения точно повышать власти не будут. И если же увеличить отчисления в бюджеты самоуправлений, то значит денег на госфункции просто не хватит. В общем, провинцию ждут еще более тяжелые времена. Перспективы тоже печальные. Закрытие школ, сокращение рейсов общественного транспорта, отток работоспособного населения. И в конце, ну, за реформу, друзья, так она и есть. Давайте, в кавычках, за реформу. В первую очередь, за ваше здоровье. А это в кавычках, друзья, за реформу. Пишите комментарии, как вы думаете про вот эту вот новость. Как вам она? Регионы Латвийской Республики раздели и обобрали? Это я вам сейчас произнес печальные последствия еще одной, в кавычках, реформы. И в конце, друзья, хочу вас предупредить, какая же будет у нас погода сегодня. Сегодня четверг, существенных осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют, что в четверг в Латвии существенных осадков не ожидается. А солнце будет светить лишь местами. Да, сразу скажу, вот сегодня утром у нас было где-то в районе плюс одного градуса. Плюс одного. Да, немножечко похолодало. Вполне возможно, местами были и заморские, особенно, наверное, в восточных регионах. Пишите комментарии, друзья, как у вас там погоды. На востоке, на северо-востоке. Сегодня будет дуть слабый ветер в Курземе. Ветер южного направления. Температура воздуха составит от плюс одного до плюс шести градусов. В Риге последний день февраля, а сегодня у нас последний день февраля зимы. Значит, зима заканчивается. Последние, я говорю, часы, последние минутки, друзья. Чем вас и поздравляю с наступающей весной. Завтра уже первый день весны. В Риге последний день февраля будет преимущественно облачным, без осадков. При слабом южном ветре температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов. Погода обусловлена областью высокого давления. Ну и забегу вперед немножечко. Выходные у нас обещают. Вот эти вот выходные на субботу и на воскресенье. По Латвии, по всей Латвии, ну местами до плюс 12 градусов. Обещают много солнца. Ну поживем, увидим, посмотрим. Вроде бы, друзья, как бы так. Плюс 12. С чем вас и поздравляю. Вот первые весенние дни и сразу такие солнечные. И еще хорошую новость скажу, друзья. Не все время нам, как говорится, печалиться и, да, жалиться. Ну, друзья, как есть, так есть. Такова жизнь. Такие факты. Но от этих фактов никуда не деться, друзья. Никак. Против этих фактов, тем более, не попрешь. Ну и так называемые реформы. Я уже сколько... Не просто не хочу я повторяться, друзья. Вы знаете, особенно кто давно смотрит нас. Мое мнение прекрасно знает. Я давно про это говорил. Это не реформы. Просто взять и закрыть. Это не реформы. Да. Это отдельно, конечно, тема. Только что сейчас я вам это все произнес. Просто не хочу повторять. Птички вовсю летят, друзья. Вовсю летят. Мы, правда, не видели. Вот у нас здесь, кто знает, и для вновь подписавшихся, рядом с нашим домом, есть пруд, на котором я катаюсь обычно на коньяках, друзья. Ну, естественно, льда нет уже. Давно нет. Все. Несколько раз он... То был лед, то нет, то был опять, то опять растает. Тут дожди, тут хлистали. Но! И вот эта вот тина, знаете, водоросли такие. Вот эти вот зелененькие. Все покрыто было. Ровно-ровно так, таким густым слоем. А смотрим уже вот несколько дней подряд. Ну, пару дней точно. Уже следы такие. Следы. Но уток не видим. Про уток я говорю, естественно. Какие-то утки уже прилетели. Потому что видим следы. Да. Самих уток не видели. Но скоро увидим. Да-да-да-да. Пока они еще, наверное, прячутся. Да-да-да. Да, друзья. Еще раз всех с наступающей весной. Сегодня последний день зимы. Ну, что поделать. Тут 28 дней, 28. А сегодня 29 февраля. Так бы сегодня было 1 марта. Уже весна. Ну, слава богу. Дай бог всем здоровья. Будем надеяться. Я оптимист, друзья. Я и всегда оптимистический настроен. Но еще раз повторяю. Факты есть факты. Вот жизнь есть жизнь. И какая жизнь у нас есть, такая и есть. Но достижение это кто достиг, с помощью кого мы достигли такого уровня жизни? Шишковозов, шишкотрепов. А могли бы жить намного лучше, друзья. Потому что, ой, хоть и не хотел я, ну ладно. У нас все условия были созданы, были, повторяю. Они сейчас пока еще есть. Вся инфраструктура. Железные дороги, я имею в виду. Ну, дороги, ну ладно, приведите вы в порядок и еще проложите дороги, если мало дорог. Транзит, ради бога, вон, смотрите. Ну, в кавычках уже транзит, друзья. Да. А почему в кавычках? Кто кому запрещает? Пожалуйста, пускай. Платят деньги, пожалуйста, проезжай. Таможня дает добро, правильно, да? Все, друзья. Здоровечко вам, друзья. Самое главное, здоровье, счастье, благополучие, мира, добра и дружбы между народами. Поставьте лайк под видео. Подпишитесь на наш канал. Поделитесь в социальных сетях. Просто так поделитесь с друзьями. Да, на словах. Вот есть такой канал. А канал называется «Очень легко и просто». Для новых зрителей. Мы живем в Латвии. Очень легко и просто. Вас найти. Да. Спасибо большое. Ну и подпишитесь, конечно. Это же не трудно. Еще раз всем здоровья. До следующих видео. Спасибо, друзья.